Включай внутренний белый свет. Этим светом выдаливайся. Все негативные патогены и низкоабрационные чужеродные, находящиеся в моем биополе. Один, два, три. Слушайте, а шар какой-то вышел, но он не пульсирует, но он как соты, такими ромбами, круглый такой ромбами. Отправляет шар в клетку-тюрьму и выстраивает этих сот каналы к ответственным на счет 3, 1, 2, 3. Притягивая ответственных за эти соты в клетку-тюрьму, становятся моими заложниками. Да, будет так, а так и есть. Снимаются маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК, но выстраивает от него прямой канал ко всем остальным ответственным, связанным с ним и с этими сотами, притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Это дракон красный. Считай цифры над головой дракона. 82, 34. Отлично. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Пошел процесс. Он просит остановить, он тоже воин, и ты с ним встречался на поле боя где-то. Выключая печать. И что? Что я с тобой встречался где-то на поле боя. Что ты делаешь в моем биополе? Ты пришел за своей смертью? Значит, эти соты, он хотел сделать клетку вокруг тебя из этих сот. Поймать твою тонкую копию. Да, и дальше. Поймал ты ее условно. Она не мешала. А почему она тебе мешает? Где наши интересы пересеклись? Расскажи-ка мне, дракоша. Какой это красный дракон, Вера? Да, это красный дракон. Пересеклись они с твоей тонкой копией. Когда? Прямо сейчас, но в другом параллельном реальности. Хорошо, я обращаюсь к своей тонкой копии. Влад, объясни мне эту ситуацию. Ты можешь что-то добавить к его высказывать, пока я его не уничтожил. Что-то добавить. Мы встречаемся с разными цивилизациями во время разных периодов битв, войн. Что он конкретно от тебя хотел на том уровне? Я защищаю человеческую цивилизацию. Он продвигает драконов. Хорошо, благодарю тебя за эту информацию. Ну, дракон, так все же правильно сделано. И представителей. Все понятно. Итак, что это за маленький человечек, который стоит в клетке-тюрьме? А это была килограмма, а он и стал драконом. Понятно. И эти соты, и этот дракон. Ну и хорошо, дракон, как мы сейчас будем решать? Сейчас ты перешел в другое измерение. Сейчас ты со мной имеешь дело. Не с моей тонкой копией. Он может быть добрее, чем я, скажем так. Но тебе пощады не будет за то, что ты вошел в мое биополе здесь мстить. Для меня это месть. Если тебе не хватило ощущений на поле битвы, и ты пришел сюда, ну так будь тогда уже и готовый и отхватить по полной программе. Это не битва в том виде, как ты понимаешь ее. Это обмен артефактами. Какими артефактами? А в моем случае это сетка соты. Обмен артефактами. Хорошо. Как ты смотришь насчет печати, которую я на тебя сейчас поставлю? Печать плеяд и ангельскую печать. Так как я являюсь гибридной душой, и все, кто тебя встретит, будут знать, что ты враг этих двух цивилизаций. Как тебе такой вариант? Ты мой заложник, ты пришел в мое биополе. Если тебе не хватило в другом измерении разбираться, значит тогда будем делать так, как я сказал. Не так ли, дракон? В другом измерении это не становится таким важным. А здесь становится. Самая важная печать для меня это печать дракона. Я защищаю свою цивилизацию. Понятно. Подвигаю ее и веду. Хорошо. Я напал на цивилизацию драконов красных. Напомни мне. Я объявил войну какую-то от себя красным драконом. Мы воюем за территорию. Какие территории? Территория планеты Земля на данный момент. Понятно. И такие, как ты еще целое море желающих. Хорошо. Я дальше с тобой не продвинусь. Я прошу ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Али. Может объяснишь мне этого красного дракона 82-34, который мне пытался соты установить вокруг меня, украсть мою тонкую копию, с кем я встречаюсь, по его словам, в другом измерении. Сейчас он зашел в мое измерение, зашел в мое тонкое тело, пытался мне нанести ущерб. Мы заберем его и соты тоже заберем. Правильно сказал, это артефакты на его уровне. Их артефакты обладают магической силой определенной. Свои соты он ставил вокруг твоих защиты оболочек. А вообще тонкая копия не заходит на территории, где нет знаний. Если ты так был, значит, кто-то внутри тебя должно было среагировать. Какая-то защита. Ну вот я сейчас удивлен. Хорошо, благодарю тебя за эту информацию. Не все тонкие копии компетентны. Переходить на этот уровень, где используются артефакты магии. А моя тонкая копия имеет право такое? Да ты должен спросить у нее, раз ты стоишь напротив дракона этого уровня. Да. А значит, ты должен знать, как от него защищаться. Хорошо. Я попытаюсь. Иначе бы тебя там не было. Тоже верно. Благодарю тебя за это разъяснение. Я попробую узнать. Не забрали все. Хорошо. Влад, ты был на этом уровне. Ты должен знать какие-то защиты. Может, ты поделись информацией, что мне нужно сделать, чтобы у тебя не было таких и у нас не было таких проблем. Как нам против этой магии с тобой? Символ добавить в защиты. Хорошо. На счет 3 появляется. На всех моих защитах тонких тел. 1, 2, 3. Активирую его. Готово. Как он выглядит, Вера? Он похож на ДНК. А и в то же время там, если это бесконечность, то она разрезана пополам. Такая буква С, что ли, в середине. Хорошо. И на счет 3 появляется для тебя. Символ 1, 2, 3. Интегрирую его во все твои защиты. Активирую. Готово. Больше ничего нет? Кроме этого Дракона. Мы этот шар скинули или не скинули? Они забрали. Поехали. Переходим к процедуре заправки энергии и подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно тебе и какая частота вибраций. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые тебе цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. А знаешь, наполняются цвета. И вот эта печать цивилизации, она как активируется. И она становится яркой. Идет информация, что она не нужна в матрице Земли. И ее будут видеть те, кому не нужно видеть. И она будет привлекать лишнее внимание. И она как красная тряпка на быка действует. На рептилоидные, например, цивилизации, находящиеся на Земле. Просто показывают это, как они сразу видят. И у них меняется лицо. То есть у них отвращение от этого идет. То есть ты будешь себя показывать. Хорошо. Значит, тогда сделаем невидимую. Делаю наши защиты невидимые. Один, два, три. Символ становится невидимым. И активирует Влад автоматически сам эту защиту, когда перемещается в другое измерение для своей работы. Да, будет так, а так есть. И Веры. Защита становится невидимой. Тонкая копия Веры сама принимает решение, когда активировать эту защиту. Да, будет так, а так есть. Готов.